Таким образом всё сделаем, сейчас только потише надо. Ну вот так вот. Во! И получается, да. Ага. Во, всё, в телегушку закинул. Всё, теперь я точно молодец. Теперь всё чётко должно работать. Ага. Привет, привет. Всё, кайф, осталось только яркость настроить и кайф. Вот. Привет всем, привет. Представляете, да, это уже какой получается? Четвёртый подряд стрим? Четвёртый подряд? Прикиньте. Я... Я даже сам в шоке от себя. Приветствую. Не, ну, слушайте, я же вам обещал, что я буду стримить для вас чаще, правильно? Вот и получается. Как и обещал, пришёл на следующий стрим ради обзора на фигурку. Ну, я не про этот стрим имел в виду. Ну, на-на-на. Ну, чуть попозже. Давайте сейчас хотя бы разгонимся и обязательно... Ладно. Приветствую, Дарья, приветствую. ЗАК. Здравствуйте. Слушайте, сколько у меня новичков в чате. Популярно сделал такое. Понимаете? Просто подписывается всё больше и больше людей. Развиваемся. Приветствую, геймер. Приветствую. Слушайте, да что, у меня одни новички в чате начинают писать. Вот это да, вот это круто. И опять не голый? Между прочим, да. Но согласны, что кто-то, вот когда я выкладывал эту фотку, короче, кто-то забайтился и зашёл специально посмотреть, голый я на стриме или нет? Согласны? Но всё сейчас зазвездится. Да, вот сейчас поймаю звезду и, короче, просто перестану отвечать на чат. И стану, как обычный стример, который отвечает и смотрит в чат там раз в 15 минут. Типа там, блядь, что написали? Да! И дальше что-то своё. Вот я примерно таким стримером. Приветствую. Приветствую, Анзорик. Гений байта. Я знаю. Всё, ЧСВ повышено. Это да, это новая ачивка выбита, между прочим. ЧСВ повышено. Все спортсмены... Да, спортсмены на месте! ЦСКА на месте! Все на месте. Не, к слову говоря, я к вам сразу после тренировки. Так что, уф-уф, из меня прям прёт. Егор, пожалуйста, подумайте об озвучке Волчонка, икона сериал. Здравствуйте, Елена. Мы бы с удовольствием подумали, но вопрос... Здравствуйте, Егор. Донат о финансировании. А вы будете одноразкой? Или у вас пот? Ну, она скоро закончится. Я думаю, она закончится прямо на этом стриме, так что... Увы. Вот. Банки накачал? У-у-у-у... У-у-у, вы что? Сегодня был день груди, тем более. Максимально с кайфом. Я думал, о стрим из лифта. На самом деле, да. Можно было бы и стрим из лифта. Егор, видел ли ты фанатскую русскую озвучку для дополнения Фантом Либерти? Живую? Живыми людьми? Блин, давайте послушаем. Вот это круто. Если... Если это живая... Вот вы мне напишите, пожалуйста. Если это живая озвучка, то обязательно давайте послушаем. Суперпупсик, приветствую. Но и дамский ничуть не хуже. Согласен, согласен. Но мужский, ван лав. Сама понимаешь, поэтому и качаюсь. Давайте посмотрим, да. Но если... Ну-ка, 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 ну-ка. Внимание! О, ну-ка. Чат. Короче, стоп. Смотрим. Сейчас, сейчас, сейчас. Подождите. Давайте посмотрим живую, как говорят, озвучку Фантом Либерти. Давайте заценим все это вместе. Так. Где вы? Ага, вот так сделаем. Так, сделаем. И вот так сделаем. Ну-ка. Послушаем, что же тут живое. Так. В данном ролике представлены визитки с демонстрациями голосов наших актеров. Во избежание глупых выводов попрошу ознакомиться с описанием под этим видео. Стоп. Либо с текстом на экране. Во избежание, ну-ка, а что же там с описанием у нас? А где оно? Кто оно? Ага. Так. Как минимум, свою давнюю мечту. И самое главное, вот наш подарок. Дисклеймер. Бла-бла-бла. Примеры смонтированы видеомонтажом. Звук вовсе почти не затронут обработкой. Актерские навыки каждого участника будут улучшаться, как и техническая оснастка наших ребят до адекватного результата. Демонстрации здесь всего лишь тестовые. Замечательно. Давайте-ка посмотрим. Приятного просмотра. Спасибо. Здорово, Чумбы. Вы на канале Чпок Стрит. Я основатель команды по созданию русского дубляжа для DLC Cyberpunk Phantom Liberty. Сразу, сразу немножко, давайте сразу оговоримся. Мне кажется, для такого ролика специально как бы немножко быть таким крутым и серьезным. Вот. Это уже, уже интересно. Уже становится интересно. Так, так, так. Наша озвучка предлагает вам живые голоса наших актеров. Вот то, что живые, ребята, респект. Однозначно респект. То, что вот вы захотели это сделать и сделать не нейроозвучкой, а попытаться сделать дубляж, вот такой фан-дубляж. Ребят, респект. Давайте дальше смотреть. А теперь прошу вашего внимания послушать всех участников команды Чпок Стрит на данный момент. Погнали. Это своего рода наша визитка. Приятного просмотра. Спасибо. Всем привет. Меня зовут Вероника. Я озвучиваю женскую версию Ви. Неужели я только что из-за тебя чуть не сдохла? По вам или теха? Круто, ничего не скажешь. А также малыша Сэмми. Заходим, не стесняемся. В моем магазине есть все, что нужно нейтрайнерам. Такого ассортимента больше нигде нет. Например... Стоп, дайте я погромче... А это максимальное. Слушайте, ну я могу еще погромче... Подождите, подождите. Пока никаких выводов, смотрим. Ребят, что вы сразу? Какой смысл в постановочной ловушке, если достаточно сделать обратную постановку? Я бы этих клоунов даже в сеть не пускал. И крупье. Ставки сделаны. Ставок больше нет. А возможно, я еще озвучиваю эту станцию метро. Что, блядь? Просто что, внезапно, как будто, знаете, как будто... Это я слышу кого-то, просто человек, мне, знаете, идет какой-то видеоряд. И человек со мной в дискорде сидит и такой... Да и я вообще, блядь! Я, короче, тут вообще все озвучиваю. Но, блин, извините, пожалуйста, это было просто очень внезапно. Ну-ка. Привет. Меня зовут Михаил. И я для вас, дорогие друзья, озвучиваю Курта Хансона. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Добро пожаловать в Доктаун. Чтите мои законы. Остановятся ли? Это, типа, знаете, короче, интересная реакция. Это чтобы показать, что я злодей. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Я злодей. Не, ребят, на самом деле очень забавно, очень интересно. Это, по крайней мере, это нестандартно. Это круто. Давайте дальше смотреть. Я не на этом. Нет. Вы, уважаемые жители Найт-Сити, будете следующими. Стоило бы отправить вас в Найт-Сити по кусочкам. Честно говоря, мне просто надоел цирк в новостях. Привет, меня зовут Влад, я озвучиваю Чарльза в дополнении Фантом Либерти к игре Киберпанк 2077. Здарова, привет. Короче, сидим ждем акробата, как Билл просто кидает пакет на стол. Этот хер вскакивает, орет что-то типа «Пошли нахер!» и сует пакет себе в рот. Ага, как у твоей матери. Что за хуйню ты несешь, Билл? Привет, меня зовут Лера, я озвучиваю Стеллу в дополнении Фантом Либерти к игре Киберпанк 2077. Ложись. Люди-акробата могут нас увидеть. У нас полная жопа. Блин, а где голос Ви? Тут будет голос Ви хотя бы? Пожалуйста. Почему? Блядь, почему женская версия была? А где Джонни, где Ви, где Сонгбёрд? Почему? Что? Блядь, зачем мне второстепенные персонажи? Пришли кого-нибудь. Люблю тебя. И я тебя. Всем привет, меня зовут Игорь, и я озвучиваю Акробата. Так что всем тихо. Извините. Иди никуда не надо. Блядь, ребят, за то, как вы подаете этот ролик, просто вам отдельный респект. Я озвучиваю Акробата, так что всем тихо. Тихо, блядь. Сейчас нахуй. А я не слишком рано? Тихо. Тихо. А. Я тебя не знаю. Блядь, он как будто услышал меня ещё раз. Вот, вот, я бы, вот это ролик. Вот это охуенно. Что ты тут делаешь? Всем привет, меня зовут Анастасия. Я озвучу Аврора Кассель. А вот это, вот это интересный мув. То есть, смотрите, у, сразу, вроде как, у девочки, либо она как-то сейчас специально прогрессировала, либо с R какая-то есть проблемка. И в это, блин, ну-ка, послушаем. Аврора Кассель, а этот Бука мой брат Эмрик. Только на разные цвета. Или ты выиграешь, или мы. Блядь, короче, слушайте, сразу совет. Ребят, давайте вот на этом остановимся. Ладно, я это сам сделаю, Калапанда. Смотрите. Скажи голосом Йору... Ага, вот это вот сказать. Да, сейчас скажу, смотрите. Ой. Вот как-то и сказал, получается. Так вот, смотрите, давайте остановимся вот на этой девочке. Чтобы сразу... Может быть, ребята посмотрят этот стрим, наверное, е... Ой, да-да-да. Слушайте, как так получилось? Ну, короче. Девочка грассирует. У неё есть с R своеобразная особенность. Смотрите. Она в начале ролика, вот как показывают, именно как она уже озвучивает. Смотрите. Всем привет. Сейчас. Меня зовут Анастасия. Я озвучу Аврора Кассель. Аврора Кассель. А этот Бука мой брат Эмрик. Вот смотрите, вот в этой реплике по голосу, слушайте, на самом деле, для любительского варианта, почему бы и нет? Очень даже да. Но я специально немножко Аврора Кассель. А вот этот Бука... То есть не накидывайте... Вот мой совет вам. Не накидывайте на себя, как будто немножко специальный образок. Немножко как будто я вот такая вот. Потому что дальше реплика звучит более органично. Вот давайте послушаем. Только на разные цвета. Или ты выиграешь, или мы. Кто-то потеряет все. Вот тут как бы немножко... Я забыл, как ее зовут. Неважно. Но вот тут более-менее она не делает вот эту специальную красочку. Так она и в Ариге такая же. Нет. В Ариге она специальная, но она проживает этот специальный образ. А тут образ... Образ ради образа. Это плохо. Но в целом... Из этого можно что-то слепить. Пойдем дальше. Всем салю. Меня зовут Олег. Я звучу в Американ. Так. Если вам нужно будет заменить пару имплантов, вы знаете, к кому обращаться. Спасибо. Мне кажется, или ты с ним заигрываешь. Ты наивная до умиления. Хансен никогда не легализует свой бизнес. Это исключено. Всем Ку. Меня зовут Александр. Я звучу в Америке. Кого? Мерфи. Вам понравилось в черном сапфире? Блять. Ну да. Я хотел сказать то же самое. Вам придется оставить оружие здесь. Сап. Я Пиксель. И еще я озвучиваю. Так. Солдата шестой улицы. Отлично. Давайте поищем. Есть Джонни? Есть кто-нибудь... Ну, как бы из этих? Вот это кто? Данте. Только понаблюдать. Спасибо, малая. Всех с наступающим Новым Годом. Надеюсь, еще услышимся. А, это было все? Привет. Меня зовут Кира. О. Я озвучиваю Сойку. Во. Очень рада, что смогла попасть к вам в команду. И попробовать себя в роли актера озвучки. Ну-ка. Отлично. Теперь к делу. Поищи точку доступа к сети и подключись. Тогда я смогу помочь тебе. Отлично ли? То, что нам нужно. Вхожу в систему. Привет. Меня зовут Лена. Ну, как бы, знаете, немножко отстраненно, немножко так, как бы, на задней ноге звучит Сойка. Конечно, единственное, почти нихуя не слышно. Вот. Но понятно, что, как бы, все записывались на разные девайсы и так далее и тому подобное. Вот. Но, короче, что я могу сказать? Будет сложно справиться с эмоциями Сойки в финале DLC. Вот, что я могу сказать. Добрый вечер. Добрый вечер. Я озвучиваю Сандру и медсестру в дополнении Фантом Либерти к игре в Киберпанк 2077. А ну-ка. Блядь, есть Ви или Джонни? Ну, пожалуйста. Меня зовут Илья, и я озвучиваю Вилла Ганнера в Киберпанк Фантом Либерти. Не знал, что ты решил организовать клуб самоубийц. Блядь, а есть, пожалуйста, ну... И это мой первый опыт в данной сфере. Джеймс Вайс, ФРУ, Ви. Это все... Блин, не встать. Соломон Рид. Подойди. Меня лишили... Да блин. Блядь, у меня сейчас приступ эпилепсии будет от этого, то, что происходит на экране. Всем привет. Ну, смотрите, по поводу Рида, да? В целом, как бы, поскольку он там особо ничего не играет, ну, если не говорить о его внутренних конфликтах и развитии как персонажа, вот, единственное, что я слышу, что, Рафаэль, я к вам обращаюсь лично, ну, мало ли, когда-нибудь вы это услышите, вы немножко специально напираете вот на такую красочку. У вас уверенный более-менее низкий голос, поэтому работайте от себя больше, чем от того, что я буду вот это вот... Тем более, если вы делаете полноценную озвучку. Это немаловажный фактор. Сделай этот эпик погромче. Блядь, я пытаюсь! Тут у всех разная громкость. Подожди. Я пытаюсь что-то сделать, но у меня ничего не получается. Микшер громкости. Давай, может... Тут... А, во! Все, ну-ка, вот так должно быть лучше. Поехали дальше. Меня зовут Сергей, и для вас я озвучу Джонни Сильверхэнда. О! Но я уже достаточно ебанулся, чтобы замахнуться на такое. Без лишних слов. Погнали. Погнали. Майерс. Политическая интриганка, которой кинули нож в спину аж из самого Вашингтона. Кто и зачем кинул? Хуй пойми. А, и, конечно, Корт Хансен со своей ебаной зениткой. У Натронеров такое случается. Страшное дело. Доброго времени суток. Меня зовут Юля, и я озвучиваю Алекс и Розалин Майерс в фанатской озвучке Киберпанк Фантом Либерти. О, я надеюсь, если вы озвучиваете двух персонажей, тем более таких больших, я надеюсь, вы их как-то разбиваете. И меня уже достала шутка про семь лет. Семь лет! Семь лет в этой сраной дыре, и за тебя, Соломон Рид! Сразу респект вот этой девочке, чего я не услышал фактически во всех предыдущих, что я слышу намеком в этой девочке. Энергию. Ребята, вот о чем вы забываете при озвучке персонажей, тем более это касается очень колоритных персонажей, как фигурист, Соломон Рид, Джонни и так далее. Внутренняя энергия, внутренний посыл, потому что вы занимаетесь только какой-то вот этой внешней краской. Немножко вот это вот. Но внутри должно клокотать. Тем более, если говорить о Джонни. Джонни это вообще одиозная фигура, которая, блядь, потрясающая. А ты это видел, вот это, что происходило, блядь, она ебанутая. И ты ебанутая, потому что в твоей голове сижу ебанутый я. То есть, ну, не забывайте про вот, вот чтобы работало вот здесь все. Извините, пожалуйста, поехали дальше. Розалинт Майерс, ты меня знаешь. Вот смотрите, девочка, может быть, и не совсем подходит. Ну, объективно. Слышно, блядь, слышно, короче. Но я слышу, как у нее внутри старается. У нее внутри все-таки, ну, работает у нее вот эта часть. Это очень важно. Черт, они до сих пор не успокоились. Ви, ты в опасности, берегись. Вы что, оставили мои... Охренеть. То есть, смотрите, кто-то, короче, озвучит Ви, я так понимаю. Ну, в этой версии. Я надеюсь, в конце я увижу, что кто-то озвучивает Ви. Вот. Но, получается, все мои... Вы мои стоны оставите? Суд подаю. Ну, поехали. Ебать! Ебать! Человек постарался! Ну, поехали. Еще раз, тихо. Черт, ну где оно? Порни успокоились. Ви, ты в опасности, берегись. Ну, поехали. Я Ви. Озвучиваю мужскую версию главного героя. Я бы начал по-другому, но тоже рад познакомиться. Блядь! Чел! Да, блядь! Ну, почему? Почему? Вот это, ну, поехали. Это было охуенно. Дальше пиздец какой-то пока что. Еще раз слушаем. Вот смотрите разницу просто. Когда... Когда, ну вот... Ну, 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 ну... Может, дальше будет круче. Давайте посмотрим. Подождите. Вот это... Это достойно звучит. Вот это... Там, смотрите, вот тут звучит какая-то усталая мысль. Пиздец. Еще раз смотрим. Ты в опасности, берегись! Ну, поехали. Человек не накидывает на себя ничего. Просто устало. Ну, поехали. И дальше слушаем. Я Ви. Я Ви. Озвучиваю мужскую версию главного героя. Я специально немножко, как бы, вот, как, да. Я бы начал по-другому, но... Я бы начал по-другому, но... О, тоже рад познакомиться. Меня наняла Сойка. Знаешь ее? Как будто немного... Слушайте, чат, у вас нету ожидания, что... Блять, ожидания. Ощущение, что как будто... Немножко под меня как будто старается человек. Немножко как будто вот эту какую-то мою подачу копирует. И как будто бы вот... Вот в это куда-то и старается. А? Нету ощущения? Ну, смотрите. Ну, реально он вот... Даже вот это вот какое-то вот такое пытается копировать. Вот смотрите. По-другому, но... Тоже рад познакомиться. Меня наняла Сойка. Знаешь ее? Ну, есть какое-то, знаете, навивание, мне кажется. Но в целом, по крайней мере, человек видно, что старается. Видно, что пытается что-то проживать, но... Немножко, конечно, перенакидывает на себя вот этот образ Ви. Что-то не так? Мне показалось, там было безопасно. Итак, только что вы ознакомились с голосами и примерами. Короче, смотрите. А, нет, ну дайте досмотреть, ладно. Актеров русского дубляжа команды «Щпок-стрит». Состав команды будет пополняться. И вы тоже можете принять участие. Все необходимые... Отправляю заявку. Ладно, я не мог этого не сказать. Короче, понятно. Это все понятно. Ну что же, давайте поговорим теперь про вердикт какой-то, да? Согласны? Теперь давайте обсудим, насколько это получилось, что из этого может получиться и как дальше будет происходить. Смотрите, какая ситуация. В целом, то, что я услышал... Ребята, огромное спасибо вам за старание. Огромное спасибо в любом случае. Я все понимаю. Среди вас непрофессионалы... Наверное, все. Я понимаю, что оборудование у вас у всех разное. У кого-то говно, у кого-то еще хуже, а у кого-то более-менее нормально. Поэтому я выражаю вам однозначный респект за старания. Но работать и работать еще. То есть, как бы, ребят, вот я ни в коем случае, ни в какой-то негатив и агрессию говорю, а наоборот. То есть, как бы, я говорю какие-то вещи, за которыми стоит последить, чтобы, наоборот, сделать себя лучше. То есть, вот, например, вот для человека, который озвучивает Ви... Ну, поскольку, блядь, я Ви был когда-то. Я вот хочу отдельно сказать. Вот это первое... Первые два слова... Это было реально неплохо. Это была простая, усталая мысль. А вот потом... Как бы немного... Музыку... Ой, блядь, да, извините. Sorry, sorry, sorry. Что это я... Во, вот так вот я сделаю. Вот так должно быть нормально, да, чат? Вот так же заявись. Стример токсик, ясно все. Ну, бывает. Но, слушайте, я наоборот, этим ребятам желаю только удачи. И он не копировал тебя, он под сцены старался попасть. Вот, тоже вариант. Кстати, да. Но то, что ребята собрались, скажем так, живыми людьми и решили сделать вот такую... Вот такую работу и такое творчество. Ребят, респект. Как бы... Я всегда буду за такую работу, нежели чем за работу нейросети. Вот. На полставки режиссером пусть тебя наймут. О, нет. Ну, во-первых, как режиссер я... Дорого стою. Ну, просто банально, это же время нужно огромное количество. А представляете, я просто не могу работать в полноги. Я не могу, как режиссер, работать, типа, ну... Ну, сойдет. Нет. Я буду добиваться, а это, значит, растянется хуй знает на сколько времени. Вот. Сколько я для себя найму, денег не хватит. Егор, сколько максимально раз ты делал дубли на фразу? Слушайте, вы в моем телеграме, это нисколько не байт, если вы уже подписаны, вот, можете найти две аудиозаписи. Это нужно медиа, короче, файлы промотать прям в самое начало канала. Вот. И вы там найдете две записи под названием «Свильверхэнд». Я настолько заебался, короче, во время озвучки Киберпанка, что я не мог сказать фразу для Адама Смэшера «Я тебя помню. Ты когда-то пообещал, что убьешь Сильверхэнда». Я постоянно говорил «Свильверхэнда», блядь. И если вы найдете эту аудиозапись, то вы послушаете, сколько раз у меня не получалось, блядь, сказать одну фразу. «Я тебя помню. Ты когда-то пообещал, что убьешь Сильверхэнда». Вот и все, понимаете, как бы поэтому подписывайтесь на телегу с салютами фамилии. Но, но, ребята молодцы, ребятам однозначно от меня лайк. Старайтесь дальше, трудитесь и все будет. Короче, постепенно превращаем стримы в разговорные и будем смотреть какие-то видосики и разбирать их. Я понимаю, что у меня реально намного лучше онлайн на разговорных. Это ты 12 часов подряд озвучивал? Ой, это сколько я часов подряд не озвучивал. Это уже был просто, ну это был пиздец. Это были лютые кранчи, поэтому, ой, жестко. Видел там патч для Киберпанка вышел? Да, вышел патч для Киберпанка и туда завезли озвучку. Не завезли. Вот. Ну там что-то исправили, насколько я знаю. И, ну, вроде как. Ну, что-то исправили. Когда посмотришь Джо-Джо, примерно, наверное, никогда. 12 часов это по лайту еще. Я согласен с вами, что, с одной стороны, это по лайту, но у речевого аппарата есть свой, скажем так, ресурс. И он имеет свойство вырабатываться, то есть, начинается полный рот дикции. И в связи с этим, ну, ну, полный пиздец. И от этого и возникает. Я тебя помню. Ты когда-то пообещал, что убьешься с Вильвер... Сука. Я тебя помню. Ты когда-то пообещал, что убьешься с Вильвер... Блёдь. И вот так вот, то есть, это... Вы можете послушать, реально, эту аудиозапись у меня в телеге, она есть. Я ее выложил. Мне, с одной стороны, очень стыдно, но с другой стороны, очень смешно. И как бы... Не проблема. Чат, давайте скинемся ему на АСМР-микро. Зачем? АСМР это... Я никогда не понимал этого прикола. Я знаю, что очень многие это любят, но, как по мне, типа, красота голоса, она важнее. Не моего! Это я не про свой голос говорю, сразу говорим. А все-таки в целом. То есть, мне приятнее голос слышать, чем вот эти вот все... Вот это вот всю хуйню, блядь! А, это жесть какая-то. Ты в курсе, что ты залез ко мне в сон? У меня папа разговаривал твоим... Ладно. Кстати, Егор, не знаю, уместный ли вопрос, но я как-то прочитала, что ты озвучивал скин на ТРШ в Лиге Легенд. Можешь рассказать, как прошел весь процесс, если есть что-то на памяти. Слушайте, вообще забавная история с утверждением меня на ТРШ Дух Цветения. Короче, это был максимальный пиздец. Значит, мне пишет режиссер дубляжа Лиге Легенд, говорит, Егорка, привет, слушай, есть роль, на которую мог бы ты попробоваться, нужно записать пробы. Я говорю, хорошо. Она говорит, но у этого персонажа уже есть голос, и как бы у него появляется скин, и поэтому нужно записать все реплики этого персонажа. И, короче, как это было? Она мне говорит, персонажа уже озвучил артист Колесников, который, кстати, по-моему, в прошлом году умер. Если я не ошибаюсь, по-моему, актер ТРШа умер. Вот. И она говорит, сделай как Колесников. И она мне скидывает текст, и примерно, чтобы я записал пробы. Текст реплик ТРШа. Но я подумал про другого Колесникова. Есть еще другой артист озвучки Колесников, он моложе. И я думал, под него нужно сделать немножко другой голос. И я, короче, сделал пробы под другого Колесникова, но меня все равно утвердили. И меня утвердили, но вот, короче, вот такие дела. А есть голоса, которые тебе ближе, высокие и низкие? Слушайте, на самом деле, по-разному, но я могу сказать, что от голоса очень много чего зависит. Я очень сложно воспринимаю людей, для которых вот голос мне не очень понятен и приятен. спасибо огромное за донат. Спасибо. Собираю на фигурку Джонни Сильверхэнда. Вот. Мой голос тебе близок? Ну, конечно. Ты же эслам! Вот. Голос Доминика Торетто тяжело пародировать. Слушайте, на самом деле, я не пародирую голос Доминика Торетто в целом, потому что меня, как я вам расскажу историю, что когда меня позвали на озвучку молодого Доминика Торетто в Девятом Форсаже, собственно, меня позвали, потому что у меня голос похож на молодого Сергея Чинишвили, который озвучивает, собственно, Доминика Торетто взрослого. Вот. Поэтому я и так Доминик Торетто. Зачем мне его пародировать? Поэтому салют, ми фамилия. Есть сейчас игра, которую ты сейчас озвучиваешь. Я вот недавно доозвучил одну игру. За Сильверхенда и дворки даю донат. Спасибо огромное за Сильверхенда и двор. Спасибо. Какой размер груди, знаете, не мерил. Я, честно говоря, видел озвучку от сектантов. Нет, я вот сейчас только что посмотрел на стриме озвучку от ребят, которые называют себя Чпок Стрит. И там есть проблески хорошего. Проблески, но есть. Егор, твой любимый актер дубляжа. Мой любимый актер дубляжа это Владимир Вихров. Это вот для меня является пример того, как человек, то есть я до определенного момента думал, что Джордж Клуни разговаривает на русском и разговаривает голосом Владимира Вихрова. Забыл написать, что на фигурку. Спасибо огромное за донат. Спасибо. То есть вот видите, какая история, что я реально думал, что Джордж Клуни, блядь, среди всех разговаривает на русском. И ну, это был просто голос, который ну, нету еще такого голоса. Вот нету и все. Вот как нету голоса больше, как Кевин Конрой, который тоже недавно ушел, вот то же самое нету голоса, как у например, Владимира Вихрова или вот учителя Ислама Сережи Смирнова. Вот такие мастера и такие таланты, они как бы вот раз появляются и потом, блядь, их лет пятьдесят, сто нету. Так что, увы, мы как подмастерье, мы стараемся просто не ударить в грязь лицом перед их памятью и пытаемся держать планку. Вот как бы вот примерно такой путь. Вот как-то так, чат. Короче, такие дела. Егор, а какой у вас микрофон на данный момент проведения стрима? Аудиотехника 2020 USB+, шикарнейший микрофон, который стоит, как мне сказали, сейчас уже там тысяч восемнадцать двадцать, вот, и, как говорится, микрофон всем потребностям моим полностью пока что меня удовлетворяет и все с ним заебись. Ты же в МСК? Хотите приехать? Да, я в МСК. Сегодня будет Валорант? Слушайте, на самом деле не знаю. Пока что у нас разговорные стримы отлично идут. Возможно, будет Валорант, а может и нет. Давай посплетничаю. На твое мнение самый плохой актер озвучки. Спасибо огромное за донат. Самый плохой актер озвучки тот, который считает, что он самый лучший актер озвучки. На фигурочку не жалко. Спасибо огромное. На фигурку, да, на фигурку собираем всем селом. Вот. А что ты думаешь про микрофон? Я про него ничего не знаю. То есть, я, понимаете, дело в том, что я по поводу техники нихуя не понимаю, нихуя не шарю. И не очень мне нравится в этом шарить. Знаю твои пожелания, Мимана. Да, светят тебя городские фонари Найт-Сити. Увидимся в высшей лиге. Спасибо, Леонидас. Увидимся в Найт-Сити. Что за фигурка? Я коплю на фигурку от Hot Toys этого, как его, Джонни Сильверхэнда. Прям, блядь, у меня есть Ви, вот, и я коплю на Джонни Сильверхэнда, потому что я хочу потом, вот когда я стану совсем уже взрослым, уважающим себя мужчиной, у меня будет витрина из охуительных фигурок. А вы знали, что Эслам Ганжаев, если он еще здесь, если он еще на стриме, он мне пообещал подарить фигурку Человека-паука 2099 от Hot Toys, если мы выпустим в кино Человек-паук через Селенные 2. Человек-паук через Селенные 2 мы выпустили, так что жду фигурку. Вот. Как тебе игра Marvel's Spider-Man 2? Как тебе озвучка игры? И звучка, блядь, озвучка на очень хорошем уровне, хотя у меня есть к некоторым персонажам вопросы, но как и у любого, наверное, актера, скажем, есть свое мнение и свое видение. Вот. То есть я бы несколько вещей, несколько персонажей бы я, наверное, по-другому бы закастил, по-другому бы сделал, но при этом дубляж очень достойный. Особенно порадовал Ваня Чебан. Просто действительно слышна серьезная работа. На фигурку не жаль. Огромное спасибо, Аноним. Вот. Так что озвучка на очень хорошем уровне. Донаты хорошо помогают в накоплении? Слушайте, очень хорошо помогают на самом деле. Во-первых, благодаря вашим донатам я иногда покупаю корм собакам, а у меня собаки, блядь, сухой корм не едят, они едят мясо. Ну, точнее, мясные консервы. Вот. И поэтому дело такое. А какую именно фигурку? Там ведь есть разные варианты с Джонни. А у Hot Toys есть одна версия Джонни Сильверхэнда, поэтому я хочу от Hot Toys. Вот. Как-то так. Куклу Барби не хочешь или Кена? На самом деле, я думал над фигуркой Кена, но исключительно фигуркой Райана Гослинга в виде Кена. Вот тоже тогда соберем всем селом. Если появится охуительное, я обязательно. Я еще просто безумно хочу, вот сейчас анонсировали, выпустили тизер фигурки Джокера Хоакина Феникса. Я не знаю, какая это не Hot Toys, а какая-то другая компания. Ебать, как это охуенно. я обязательно себе ее куплю. Почему Веном не озвучил Илья Исаев? Слушайте, ну, чтобы не было пересечений с Томом Харди, с фильмом, то есть, как бы, это не совсем тот Веном все-таки. Это, во-первых, Веном Гарри Осборна, что немаловажно. Вот. Так что, я думаю, тут еще и от этого отталкивались. Есть фигурка Ди Каприо в виде Йору. А, что? Нет, у меня есть фигурка Безрукова в виде Йору. Просто я, она где-то потерялась, я не могу ее найти. У вас была задумка собрать блогеров и либо озвучить отрывки, либо полнометражку. Эта идея есть в планах? Да, сейчас просто, смотрите, достраивается студия благодаря моему другу и коллеге Исламу Ганджаеву, а вот и, кстати, и он. Кстати, Колесникова вполне могли на этого Гарри позвать, но... Да, абсолютно, совершенно спокойно могли и более того, более того, блядь, о боже мой, но мне кажется, вот, Ислам, не знаю, как ты считаешь, но он получился бы более потом токсично интересный. Вот у меня есть такое ощущение. Пора уже с Петровым? Пора, да, естественно. Конечно, пора. Не, на самом деле, сейчас у игр, благодаря каким-то новым технологиям и токсичным, в смысле, ядовитым, то бишь, да, в смысле, да, нихуя себе, это называется mind-blowing experience и Лондон из-за капитала в Грейт-Бритон, естественно. Так вот, сейчас благодаря какими-то, как тебе голос Юрия Деркача? Прекрасный голос, мне очень нравится, что он очень классный и очень органично звучит на возрастном пите. На фигурку и на удачу. Спасибо огромное за донат. Спасибо, Ксю. Я не знаю просто, как правильно читается первое слово, поэтому я не буду его читать. Спасибо огромное. Но есть ли любимая актриса дубляжа? Ой, слушайте, это довольно-таки сложный вопрос, потому что у меня их очень много. Во-первых, я назову Людмилу Петровну Ильину. Это я, во-первых, вот нам да, вот-вот Ислам абсолютно прав... Вот! Лучший! Вот просто лучший! То есть, потому что, что она озвучивала, вы что? Это официальный голос, например, Минервы МакГонагал из серии Гарри Поттера. Ну, ну как бы, вы что? Ну так вот, по поводу Людмилы Петровны, это вообще отдельная история. Спасибо огромное! Спасибо за донат! Голос Эйлор Мун, кстати говоря, Людмила Петровна. Но, дело в том, что она очень... Да. Ингрид Олеринская. Да. Однозначно. Вот знаете, Ингрид только двумя монологами меня настолько поразило в Киберпанке, что это... Это для меня было просто какое-то потрясение. Просто невероятное. Кстати, ну ладно, не буду это рассказывать, неважно. Рассказываю про Людмилу Петровну Ильину. Она настолько серьезная актриса, что она не ходит ко всем актерам, режиссерам дубляжа, которые ее зовут. Она уже в настолько крутом положении, что она выбирает, кому она пойдет. И вот знаете, вот Ислам не даст соврать большой... Большая гордость и большая удача, что Людмила Петровна Ильина, вот когда ее зову или я, или Ислам, она ходит к нам озвучивать абсолютно всегда. Абсолютно. И вот это, ну, мне кажется, это большое достижение. Ингрид это Джуди? Да, да. Ингрид это Джуди. Ну, ребят, это... Вот давайте, короче, я найду монолог ее в этом. Последний монолог в Киберпанке и вы поймете, почему я считаю ее одним из лучших голосов. Это... Ну, это просто... Это какой-то разъеб! Сейчас, сейчас, сейчас найду. Это тупо, конечно. Во, о боже мой! Просто послушайте эту гениальность. Послушайте, как, насколько это гениально звучит. Только, а как это все сделать погромче теперь? Сейчас, эээ... Да. Ладно. Так, подождите, я ничего не понимаю. Ну-ка, вот так вам будет слышно интересно сейчас. это, это просто вот, это для меня, это отдельная история, насколько это действительно шедеврально именно прожито. Не просто, знаете, то есть какой-то классный голос или еще что-то подобное, а роль прожито изнутри. Там какая-то своя боль, которую Ингрид протащила в эту игру. Это пиздец, восторг. Вот, давайте послушаем, ну-ка. Блядь, а че так тихо? А есть че-нибудь не такое? Ну-ка, а если... Так хочется с тобой... Во, 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 ну-ка, вот, давайте вот это послушаем. Так хочется с тобой поговорить, вот я и решила позвонить, как в старые времена. Это тупо, конечно, но раньше люди вообще разговаривали с надгробиями и нормально. Ты никого не удивляла. Как будто так и надо. Вы слышите этот надрыв? Если уж говорить честно, я не знаю, я на тебя думаю о том, что ты сделал. И мне кажется, я понимаю, почему ты решила уйти. а не бороться дальше. Но блин, Ви, ты вообще думала про то, как... что будет, когда... я... блин, это... это... ну, поймите, чат, это что-то невозможное. Насколько вот человек по-настоящему это проживает. Вот именно по-настоящему. Поэтому, когда люди, знаете, вот, залетел какой-то шортс со мной в актерской курилке, где я назвал Ингрид Алеринскую лучшим женским голосом в киберпанке. На меня обрушился просто какой-то лютейший хейт. Люди начали там писать, что, блядь, откуда этому долбоебу знать? Он сам говно, и она говно, и все говно, и все, и все, и кто, и все. Ребята, ну, значит, это вот, вот такое, ну, видимо, не всем дано услышать. Я не знаю по-другому, как это назвать, но я, когда это услышал, она просто этим монологом разъебала всю игру. Поймите, то есть, как бы, тут очень много нюансов есть. То есть, смотрите, я даже не говорю про себя, я не говорю про то, как я справился, я дохуя говна сделал в этой игре, дохуя моментов просрал, дохуя моментов не доиграл, дохуя моментов наоборот переиграл, вот, но некоторыми актерами, вот, как Илья Бледный, как Ингрид Олеринская в игре я просто восхищаюсь, как Полина Кузьминская, естественно, Панамка, это вот, ну, это для меня очень настоящие моменты, и вот, знаете, я вам расскажу очень интересный момент, я просто, у меня много зрителей новых, поэтому, мало ли, кто-то не знает, но, я вот считаю, что на тысячу процентов, вот прям, блядь, просто на, вот, на миллиард процентов у меня получилось в Киберпанке одно слово, одно слово нет, если хотите, если вам интересно, напишите плюсик в чат, я вам покажу этот момент, то есть, как бы, про какое нет я вам говорю, вот, но это для новеньких, то есть, это говорится, ага, все, понятно, ладно, ладно, все, ладно, 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 сейчас, сейчас, просто смотрите, я объясню, почему, объясню, почему это так происходит, сейчас, как назывался этот квест, чат, напомните, спасение соло, или что-то такое, да, спасение соло, сейчас я вам покажу, и вы сразу поймете, про что я говорю, так, а ну-ка, ща, подождите, ага, 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 ну, что-то нужно будет изменить, это трудно из, что именно, о, нашел, во, кажется, сейчас, 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 сейчас Во, 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 короче, во, нашел Так, смотрите, чат, сейчас сделаем А, блядь, у меня опять все, у меня громко стоит или нет? Я не понимаю, вам слышно будет? Просто почему-то, короче, так Ага, ага, ага Во, погнали Смотрите, вот объясняю Почему вот это нет в киберпанке Оно получилось просто, вот, блядь, на триллион процентов Потому что оно получилось, знаете, я бы объяснил это Оно получилось не как актер, который озвучивает, проживает роль А оно получилось в данном случае как в игре Вот это немаловажный фактор Как в игре, как в игре, как в жизни Вот, вот смотрите, тут диалог, когда ему Панамка не дала Вот Во, сейчас Ты слышишь? Нет Вот, вот это нет в данном случае в контексте ситуации и в контексте того, что, ну, как все происходит Это нет было вот на уровне Как бы я хотел, чтобы, о, блядь, что я такой большой-то Как бы я хотел, чтобы получилось идеально Вот, скажем, вот таким образом А, и да, 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 помните? Чего грустим? Нет Вот это нет Вот это самое гениальное У Валери тоже русские корни? Ну, я представляю, как это звучит еще с женской версией Come on И Юлька такая Блядь Вот это, это гениально Так Чат, слушайте Как мы Прекрасно с вами общаемся Держу в курсе Но Мы можем пойти в Валорант, чтобы затестить новый вандал Который Вдруг Мне Появился А можем просто продолжить дальше сидеть болтать Мы с вами прекрасно общаемся И вообще все прекрасно Случайно появился Да Большому человеку большой квадрат Какую-то игру последнюю озвучил А я не могу вам сказать Я, короче, дело в том, что Ну, короче, я подписал документы, когда я озвучивал эту игру Поэтому Расскажи, что думаешь о Конноре в новом фильме Слушайте А зачем тебе? Это ты меня так байтишь? Или это прикол какой-то, ислам? Я-то как бы могу рассказать, что я думаю про Коннора Вот Но Но Реплики на инглише и дальше Ви, тут что-то не так Да-да-да Почему они все говорят на английском? Ви, тут что-то не так Короче, смотрите Выходит фильм Когда-нибудь Называется «Дом у дороги» Ремейк знаменитого фильма про бойца В котором принял участие Коннор Макгрегор Вот И мало того, что на самом деле Знаете, чем Макгрегор вывозит в кадре? Вот как раз Чего я советовал И что отсутствует у ребят Которые вот с этих Чпок Стрит Внутренняя энергия То есть заходит человек Понимаете Вот эти You feel like body И у него вот это Делтен У него изнутри это прет Понимаете? То есть на самом-то деле К Макгрегору можно относиться Как угодно Но его вот эта вот энергия Это она в любом случае Будет сносить И поэтому это интересно То есть это не просто Знаете, как бы Рядовой боец А это уже одиозная фигура Поэтому я попробую его озвучить Но немножко по-другому Но попробую, короче Ну, Коннор актер хороший в своей стезе Не, ну, серьезно вам говорю Я на самом деле Я попробую, короче Потому что Единственное Вот единственное Что у меня есть преимущество Перед, скажем, актерами Которые будут пробовать Макгрегора Я 12 Больше 12 лет смотрю UFC Слежу почти за каждым пуком Каждого бойца в UFC Поэтому Я знаю Макгрегора Как облупленного Так что Его, скажем так Психофизику Я понимаю И попробовать ее Транслировать Я попробую Это официальный дубляж будет? Нет Какой официальный дубляж? Это же Prime Prime Забудьте об этом Забудьте об официальном дубляже Prime Надолго пока что Но попробовать я обязательно попробую Так скажем Ну а вдруг прокатит, согласны? Вдруг у меня Я повыше голос, естественно, буду делать И так немножко в расхлябанной стезе Может и прокатит Как же хорошо разговорные стримы Слушайте, ну С одной стороны, да Онлайн держится потрясающе Для разговорных стримов На самом деле я в шоке Вот Но тем не менее Я просто хочу опробовать новый вандальчик Ну так, чисто Может быть, одну карточку сыграем? Это Ви Привет, Джонни А, нет Вас зовут Винсент Простите Привет, Винсент Можем и болтать И смотреть на ствол Ствол? На чей ствол вы собираетесь смотреть? Я вот одного не понимаю Почему, когда ты говоришь МакГрегор У меня появляется картика Вот, ты играл, играешь Спасибо огромное за донат В доту не играл, не играю В доту я пойду только за могучий донат Просто потому, что я не хочу идти в доту Работаю и слухаю тебя, как подкастик Интересный Тейк Интересный Будешь участвовать в дубляже Alan Wake 2 от Games Voice? Слушайте, но Я никогда в основном Как бы не делаю так Чтобы меня приглашали Потому что я попросил Если я там понадоблюсь, как голос Поучаствую Ну, как бы Договоримся Если не понадоблюсь, то не буду Ну, что, что я буду напрашиваться? Делать мне нихуи Давай в аркады? Ну, надо Паука смотреть, за какой донат пойдешь Да Паука Сейчас это самое Я бы лучше через вселенные И не надо начинать Спасибо за донат Я бы лучше, на самом деле, с вами через вселенные 2 посмотрел Но, боюсь, меня забанят за это А так бы я На примере нашего дубляжа Кстати, это очень прикольный тейк бы был На примере нашего дубляжа Человек-паук через вселенные Я бы просто рассказывал про дубляж Почему вот так Почему вот так А как вот это родилось А как вот это родилось И как мы к этому пришли С учетом того, что я был режиссером И работал с каждым актером Вот В Лигу Легенд Б Слушайте, она у меня остановлена Блять, остановлена Пока она у меня на паузе Вот Но она у меня на компе есть И у меня даже куплен скин на трэша Держу в курсе На бусти можно посмотреть Можно Но у меня нету бусти Чтобы там смотреть Вот Просто Ну, слушайте Бусти для меня пока не очень понятная херня Потому что я не могу придумать За что Можно там подписываться Какими-то денежными тейками Выкладывать туда нюцы Ну, если только какие-то такие вещи Ну, это же придется делать Какие-то фотосессии, да? Вот ВК-плей Вот насчет ВК-плей я думаю, кстати В ВК-плей, насколько я знаю Возможно, фактически все Поэтому почему бы и нет Надо делать бусти И там смотреть паука Да на бусти Ну, слушайте Ну, кто пойдет С этого онлайна Ко мне на бусти Ну, человек 10, 15 Ну, как бы Я не увижу тогда Смысла в этом стриме Все-таки хочется Когда Ну Активным зрителям Это действительно интересно А вы знаете Зрители у нас ленивые И переходить ссылки на ссылку Это иногда очень тяжело И все платные уже косарик Но Косплей на Йору Я думал над этим На самом деле Косплей на Йору Сделать такой Полу Полуоткрытый Я че, зря качаюсь Что ли, как раз Я же забайтил Вас фоткой Вот и все По сути, мы уже видели Егора голым Смысл просить дважды Но Голым вы меня Слава богу Не видели Вы видели только Что-то Как-то Где-то прикрытые. А я сегодня после спортзала. Косплей на Ви проще? Слушайте, мне косплей на Ви, что мне надо сделать? Мне надо достать куртку от CD Projekt Red, которую они мне подарили, и просто ее надеть. Вот вам и косплей на Ви, потому что вот я, Ви. Я Ви. Вживую это другое, но... Так, хватит у меня встал. Я сделаю косплей на Феникса ради тебя? Ну, это тогда, получается, надо, короче, делать совместную фотосессию? Иначе смысла нет. Косплей на Ви женщину. Вот это вариант, мне нравится. Вот это хороший тейк. Что за куртка? Она где-то очень далеко. Ну, это обычная куртка, вот этот бомбер, легкий, такой черный, вот CD Projekt Red. Я Ви один в один прозвучала? Может, потому что я его озвучивал? Ну, типа... Камон. Ну, то есть... Не поймите неправильно. Ви я озвучивал вот своим голосом. Соответственно, все вот эти в 2077-м мой город признали худшим местом для жизни в Америке. Почему? Тут зашкаливающий уровень преступности. И куча людей живет за чертой бедности. То есть, ну, как бы я ничего не меняю. Дело вот в чем. За косплейцы... Ааа, не говори мне ничего. Ждем обзор на фильм. Я выходной заранее возьму. Блин, на самом деле... Надо подумать, как это замутить. Может быть, реально ВК-плей. А при таком голосе низком гортань расслаблена или сужена? Я пытаюсь почувствовать. Наверное, расслаблена я... Ну, смотрите. Блядь, я, когда мне задают вопросы, я иногда немножко такой в ступор впадаю, у меня сразу перекати поле какое-то. Хотя я, казалось бы, речью занимаюсь. Ааа, я не пытаюсь напрягать голос, чтобы вот таким образом с вами разговаривать. Если я буду напрягать голос, то это немножко другая стезя начинается. Или сразу немножко на юру спадает. Тут очень много нюансов. Напряжение голоса, это, соответственно, либо ты становишься... Давай конкретнее. Соберись, блядь. Либо ты начинаешь немножко нажимать по-другому. Как ислам. Постарайся, постарайся. Покажи, как напрягаешь слой Армстронгом. Ну, или есть, например, черта, когда ты поешь там... Это абсолютно другая тема, короче, так что тут... Но это ждите в караоке. Вот это споем с вами в караоке охуительно. Хотя, если мне ислам задонатит вот прям могучим донатом, спою эту песню прямо сейчас в караоке. Именно ислам. Чтобы никто из вас не задонатил, мало ли. А я знаю, что ислам не задонатит, поэтому ха-ха-ха, пойдем в Валорант. Сукуна плюс гютара было прям... Да, именно... Вот, вот, видите? Вот, вот. Нормально. В школе-институте ты был отличником? Да нет, конечно. Я в школе был лютым распиздяем, хотя мне все хорошо давалось, но я лютым распиздяем был, поэтому нет. А в институте я ни к чему никогда вообще не готовился и все нормально сдавал. У меня только несколько троек вообще за весь диплом. Вот. Какую музыку слушаешь? Слушайте, по-разному на самом деле. Забей на караоке, давай джим-стрим. О! Вот насчет джим-стрим я тоже как-нибудь думаю, когда я прям совсем в хорошую форму приду. Хотя я и сейчас неплохо. Вот. Но, тем не менее... Кстати, у меня сегодня праздник. Я гитарку прикупил. Вай, какую красивую! Эту сексапильную красотку всем желаю. Если интересно, член ЦП-33 ФРТ-WR Gloss. Поздравляю вас с покупкой, на самом деле, если, тем более, у вас как бы такая радость и гитара, это очень круто. Я бы, на самом деле, я мечтаю купить себе когда-нибудь просто так, чтобы был, блядь, Fender Stratocaster. Вот просто хочу. И хочу себе хорошую акустику Fender купить. О, Егор придумал летом джим-стрим на площадке с брусьями. Кстати, чат, запомните этот день, запомните слова Эслама, Ганжаева. Летом будет стрим от нас с ним со спортплощадки. Будем качаться. Я запишу слова Эслама. Запишите, пожалуйста, занесите в протокол. Молодец, что запомнила. Это хорошо. А я ждал 21-го. И выиграл причем. А почему не в джим? Потому что так будет еще маскулиннее. Понимаете, когда мы пойдем на обычный турник брусья, будем отжиматься на песке. Поймите, как это сексуально. Какого персонажа видеоигры аниме вы бы хотели закосплеить? не знаю. Бэтмена. Вот его однозначно. А вы поборете Ислама, если он захочет превосходство доказать. Ну, тут, слушайте, тут как бы опыт на моей стороне. Поэтому да, естественно, я заборю его. Аки молю. косплей Аки? Да вы че, я слишком русский для Аки. Единственный мой косплей это был в бэкстейже Человека-бензопилы, когда я вот так вот делал. Кон. Вот это единственный был мой косплей Аки. А вы будете без футболки? Да, Ислам будет без футболки. Музыка из Ведьмака шикарна, как и этот стрим. Спасибо огромное, что если вам так нравится. Да, музыка из Ведьмака просто постоянный разъеб. Вот серьезно. А то, что вам нравится стрим, это еще больше. Разъеб, кстати, поэтому подписывайтесь на телеграм-канал. Это очень важно, потому что когда будет 10 тысяч приписчиков, я разыграю 5 тысяч. Поэтому вы можете выиграть деньги, даже если вам не интересно мое творчество. Да терпите до десятки и выходите. Сколько раз прошел Ведьмака 3? Вот это сейчас получается четвертое прохождение у меня идет. Ведьмак 3 имба имб и блять имбой погоняется и имбой остается на вековечные. Вот это правда. Когда совместный стрим с исламом в Baldur's Gate 3, когда мне ислам купит Baldur's Gate 3. Только так. У нас с ним такие токсичные отношения, понимаете. Как вам трилогия Бэтмен Аркхем? О, боже мой, это шикарно, это шикарно, это восхитительно, и то, что, блять, вы сделали с Бэтменом в Suicide Squad, я вам нахуй никогда не прощу. Если кто-то видел кат-сцену, то понимает, о чем я сказал. Бэтмен от Rocksteady это просто шедевр, а последняя часть, я ее буду сейчас второй уже, нет, какой второй, третий раз уже проходить, потому что это, блять, восхитительно. А еще, кстати, я вам расскажу, что мы с одним актером, с Владиславом Копом, я договорюсь, и мы попробуем озвучить сцену разговора Джейсона Тодда с Бэтменом. Просто попробуем в качестве актерского эксперимента, мало ли, получится интересно. Использовать не гантели, а подручные средства, деревья, естественно, и людей, я буду качаться исламом. Ну, ганджаевым в смысле. Я Ведьмака проходил 26 раз. Сколько раз вы проходили Ведьмака, простите, вы живете в Ведьмаке в Новиграде или где? Какой фильм про Бэтмена для тебя самый лучший? Последняя часть с Бэйлом моя любимая и где Китон с Джеком Николсоном. Вот два Бэтмена моих любимых. Блядь, я так надеялся на Бэтмена Роберта Паттинсона, но Мэтт Ривз сделал такую тягомотину с фильмом и то, что задавалось в трейлерах не раскрылось от слова нихуя вообще. Вот реально вообще нихуя не раскрылось. То есть, вот серьезно, давайте так. Мэтт Ривз всеми трейлерами и всеми намеками, то есть, на какие комиксы он опирался, он намекал на то, что Бэтмен и Брюс Уэйн будет неопытен, с постоянным желанием убить, с постоянным управлением гневом, то есть, он очень неуравновешенный, очень неуверенный в себе, правильно ли он поступает. И этого всего показали минут блядь десять в фильме. Остальное время это были полупафосные диалоги, которые нихуя ни к чему не ввели, и при этом Бэтмен не смог справиться даже в драке с черной кошкой. Камон, ребят, ну вы что? то есть, я очень надеялся, я даже проходил официальные пробы на голос Бэтмена Роберта Паттинсона, я безумно ждал этот фильм, и он меня очень разочаровал, вот прям очень разочаровал. Как-то скучновато вышло, но визуально, не, визуально, визуально все очень стильно, все по музыке, все классно, но, блядь, что с сюжетом, что такое? Ну, я, я не очень понял, зачем этот фильм можно было на полчаса сделать намного меньше, и он намного лучше бы от этого выиграл. Но вот серьезно, его зачем-то растянули до нельзя. Так вот, короче, хрен с ним, пойдем, я хочу все-таки затестить вандальчик, поэтому пойдем в Валорант, ну хотя бы одну каточку, ну согласны? А, не буду байтить сегодня название, поэтому оставлю название «Голос из твоей головы». Посмотрим, повлияет это или нет. А, чат, согласны? Валорант, меняем категорию. Так, отлично. Вот, сразу вы без музыки остались. Ага, или может, а не, давайте я может, наверное, чуть побольше себя сделаю. А что это я такой маленький? Ну хотя бы вот так, что ли? Да, согласны? Не, могу вообще камеру отключить, чё? Так, идем сразу в рейтинг, естественно. Почему только одну катку? Слушайте, ну если попрет, если онлайн останется, то может быть и не одну катку. Какой вандал тестить? А вот этот вандал тестить я хочу. Вот этот вот. Мне стало интересно, насколько... Ну и согласитесь, он охуительно тоже вписывается в эту коллекцию. Вот прям... Ну просто, ну что за секс? Что это за секс, а не коллекция? Матч найден. Ник у меня такой, потому что на меня очень много подавали репортов, я рассказывал эту историю. Короче, Ник у меня был в этом плане другой изначально, вот. Но мы с Riot Games договаривались, потому что на меня подавали репорты, что я якобы пародирую и выдаю себя за актера озвучки Йору. Вот. Поэтому там, ну, долгая история вышла. Карточку еще синюю. Ну, слушайте. Почему нож ВКТ? Потому что нож ВКТ. У меня есть расческа Йору, но мне больше всего нравится нож ВКТ. Вот прям серьезно. А ты не выдаешь? Нет, я, ну, я же не озвучивал Йору. Только тихо, не спалите меня, блядь. А то я вас знаю, сейчас пойдете разносить, что он не озвучивал Йору, это не Йору. А третий сезон сериала «Пацаны»? Не, не смотрел. Ариоты говорили, да, 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 мне, ну, примерно так мы разговаривали с менеджером. Ну, я не буду вам все рассказывать, но это было именно так. Всем привет. Че они говорят? Я нихуя не понял. Че-то, че-то было про голос, кстати, да, вы услышали? Че-то, голос, че-то, че-то было про голос. Ну, ладно, мы, миссия выполнена, мы поздоровались, правильно? Значит, все нормально. нифига у тебя голос? Как вы их понимаете? Твич! Мы играем против стримера, чат! А может он стримит сейчас, прикиньте? Вот это было бы забавно. Я думал, он квакнул. Ну, слушайте, главное, делаем ставочки. Надо показать себя. Ну, слушайте, правильно, на самом деле, я не вижу ничего такого в том, что некоторые стримеры, которые только начинают, иногда в чат скидывают свой твич-канал. Мало ли, ну, такой байт тоже срабатывает, и я в этом ничего такого не вижу. Люди продвигают себя вот таким образом. Понятно, что это не всегда работает, но почему бы и нет? Вот тебе и первая игра. Кстати, да, огромное спасибо райтам. Вот, сразу бриз, что может быть лучше? Но, тем не менее, будет дуэль стримеров. Надеюсь, наш стример победит. Ну, если только, может быть, в онлайне я выиграю. Но, не уверен, что в игре. А какой там полный ник? За вебкой не видно. Полный ник там Twitch... Блядь, сейчас... Вот так вам видно? Если я сделаю. По-моему, нормальная тема, да? Ну, и все. Это время для радиантов. Наконец-то нас никто не ограничивает. Ну, ладно, погнали. Так, и оставь вместо прицела. Нормально, вы будете смотреть и охуевать. Так, короче, сейчас начинаем наши кибермувы. И начинаются... О, нет! Они же открыли коридорчик! Помним об этом. Я об этом постоянно забываю. Все идем на его стрим? А он стримит сейчас или что? Чат, расскажите мне. Не стримовнут? Блин, жаль. Вот это жаль. Я думал, он сейчас стримит. Будет битва стримеров. Было бы прикольно. Ну, ладно, погнали. Сливаемся все. сканирую место. Ой. Да, блядь, вот этот смог... Где я? Кто я? Ни к селу, ни к городу. Давай. Допустим. Ага, это скорее... Ой, блядь! Так, стример-то пришел. Ой-ой-ой, стример пришел и друзей нашел. Да-да. Ай-ой-ой. Блядь! Я думал, она уже закончилась. Давай, иди сюда. Да ладно! Как? У него что, броня была? Или что? Он броню купил в первом раунде? Блядь. Вот это, вот это я понимаю, стример. Стример. Че, погнали на Б? Погнали. Э, какие-то они очень тихие. Ни хрена не слышу, а то по инфе не сработаем так. Ну, вот так сделаем. их вайпер у меня на прицеле. Ну, стример хорош, это просто вот вообще неожиданный тейк был с... Смотрите, вредный совет. Поехали. Я же говорю. Где? Кто? Куда? Ага. Блядь, многовато. Давай, иди сюда. Стример. Блядь, не тот стример. Ну и ладно, ну и пожалуйста. Слушайте, но, между прочим, кстати, я уже entry kill сделал. Сделал, задача Йоро была более-менее выполнена. Ну ладно. Ай-яй-яй. Не получилось, но не фартануло. Ладно, погнали дальше. Это вайпер должна умереть. Да ладно, все нормально. О, вандальчик-то, а? Да, да, для Йорика очень подходит, я согласен. Вандальчик спал. Блядь. Нужна пушка. О, да. Сейчас все нормально будет. Погнали. Слушайте, и брелок, как классно на нем смотрится, согласны? Да, есть такое. Босяцкий подгон. Ай, блядь, гениально. Блядь, к нему надо привыкать. Тейр. Ой. Однако. Спина. Эээ, стоп. Давай. Ну и пожалуйста. Но, слушайте, этот раунд они должны выигрывать, правильно? Не, мне предложили всю, но мне вся не нужна. Я, как бы, вандал только. Какой ранг? Голда третья у меня получается. Пойдем на Б под мою ульту. Ульту я даю инфу. Пум-пум-пум. Интересно, он так после каждого раунда будет говорить? Надеюсь, да. Ну ладно, давай. Спасибо. Ну, в целом, одинаково. Погнали. Так, чат, если делаю клатч, все пишем пум-пум-пум. Сори-сори. Видали вообще, че смог? Бордал закрылся. Смог, можно туда намыть? Получается, пум-пум-пум. Остался один враг. Берегитесь монстрать! Не, ну, чат, это однозначно, кстати, был неплохой мув, между прочим. Блядь, он все еще там сидит, и вы спайк не можете поставить. А может, спайк? Ну так. Бля, он реально, он даже никуда не пойдет? Найс. Пум-пум-пум! Однако, здравствуйте, погнали. Привет, Егор, удачного стрима и хорошего настроения. Спасибо огромное, спасибо. А вам хорошего дня и вечера уже получается, да. Походу, это победа, но, слушайте, давайте заранее не говорить, потому что пум-пум-пум! А я, между прочим, на втором месте и точка. К слову. Но это не важно. Без разминки и такое вытворяет. Кстати, к слову, да, у меня разминка это рейтинг. У меня всегда разминка рейтинг. Блядь, сейчас сверху. А, нет, снизу. Сейчас. Да блядь, ну почему там этот смог грёбаный стоит? Ну да ладно. Ой-ой-ой, пум-пум-пум. Смотрите, сейчас будет кибер-мув. Сливаются все. Поехали. Блядь, ну хотя бы так. Минус стример получился. Остался один игрок. Тихо. Мощно. Джет лоб. Энте. Спасибо, что зашли. Приходите еще. Я перед Ранкидом играю 4 дезматча. У меня нет столько времени, чтобы еще играть 4 дезматча и все такое, и все такое. Так, я вообще-то с вандалом пробую играть, между прочим. Нет, можно. Мне надо к нему привыкать. Я всегда играю только с RGX с вандалом, поэтому для меня это какая-то новая тема. Погнали. Киберспортивный средний возраст. О, да-да-да, я недавно читал Колопанда, очень клевая на самом деле новость была. Реально? Ну, ну клево. Это очень клево, когда такие старые, ну, вот так объединяются. Они душой молодые, потому что, в отличие от меня. Перезаряжаем. Пум-пум-пум. Сыжай где-то. Здесь. Блядь. Нет, нет, лучше я уйду оттуда. Нет зарядки. Смотрите, сейчас будет еще кибер-мув. Нет, не будет. Блядь, это был он. Это был именно он. Сава Коцина, минус 68. Мид. Да-да. Исити. Вышел. Вышел Мид уже. Они падут. Слепые глупости. Да ладно, она даже не туда смотрела. Настя, на время, на время. У меня. В упоре. Во, неплохо. Настя, красавца. Пум-пум-пум. Ну и куда ты мой вандал выкинул? Они хотят драки. Разве можно... Ну и пожалуйста. Ну и ладно. Ты молодой, но душой старый. Ну вот, видите. Я вчера увидел деда японца-стримера, играющего. Ну вот, вот. Между прочим, как бы есть деды, которые меня за пояс заткнут, просто даже не вставая с инвалидной коляски, как говорится. Дай им здоровье и все такое. Сейчас сделаем друг... Блядь. Больно. Сейчас сделаем другой пум-пум-пум. Вот примерно вот так. Блядь, не туда. Ладно, похуй! Блядь, ну... Ну и пожалуйста. Не больно-то и хотелось. Но зато, кстати, так сливаться интереснее хотя бы. Согласны? Он, кажется, диффузит. Да он диффузит! Уже не диффузит. Ну, слушайте, у нас у двоих по одному кило. Как бы тут... Ну что сделаешь? Это просто доказательство того, что никогда не поздно что-то начать. Вот тоже... Надо сейчас, короче, на ульте пробежаться. Сколько ты в Валорант играешь? Ну, год с чем-то, мне кажется. Рейна не в потоке? Пока что не в потоке, да. Нужна пушка. Нужна пушка. Бо, тяжеловато. Штурмует. Все нормально. Реже погнали. Чай-чай. Да блять, где она была? Вот это будет. Я вот так пойду. У меня нет ХП, заберите. Мид, даблдорс. Дожак. О, я джетку все-таки покоцал. А вот это беда. Блять. Взял, спалился. Все, свет. Остался один. О, удачно. Давай. Блять. Я только хотел сказать клач или натурал. Но натурал похоже. Увы. Враг близко. Так, чат, слушайте, это у нас очень сложная катка получается. Жаль, нельзя войс врагов озвучить ульту Йору. Но я так в кастомках делал. Я помню, пару раз прокатывало, что я просто открывал и я справлюсь. И сразу, блять, че, Йору ультанул. Но потом меня спалили. Вин или натурал получается, да. Ладно, не туда флешку я закинул из-за этого смока грёбанного. Вайпер Коцаная. Вот зачем я пошёл в Аларант? А, да, я хотел затестить вандал. Я вспомню. Ну, чё-то они давят очень жёстко на нас. Так. Да. Но в целом они такие же, как мы. Так что, чё это? Просто у нас нихуя не получается. Вот и всё. А вы ещё и не на победу ставили. Ну, всё понятно. Надо, надо потеть, получается. Надо потеть однозначно. Слушайте, может, приманку сразу запускать, они чё-то сейчас так активно. Пойду кушать, готовить. Иди, покушай. Это хорошо. Приятного аппетита, как говорится. Ах, ты падла. Сейчас пройдёт эта херня. Ага, она справа. Лево никого. ДД. ДД и СТР. В смысле? Вы видели? Там... А, она с этим, с отскоком кинула этот, блядь, лёд. А я уверен был, что она там справа стоит. Всё, получается, меня сэйдж наебало. Ладно, ладно, держу в курсе. Вижу врага на А. Оставься один игрок. Спайк на А. Но ничего, всякое бывает. Ещё ничего не потеряно. Во-первых, у нас как минимум три раунда взято, а если мы закончим девять-три, то вы знаете, что это почти победа. Тут мелкий, так прикольно. Это бронза какая-то? Нет, это голда третья какая-то. Я понимаю, что у меня в чатах сидят только радианты, но извините, я не такой, как вы. Так что, увы и ах. Но мы попробуем. Я попробую через мид сыграть вообще. Они вот пойдут на Б, а я пойду через мид. Выследим их. Нет, не радианты, просто имморталы. Ну, слушайте, бывает. Вот зачем? Зачем они пошли вот со мной? Я что, духовный лидер их, что ли, или что? Почему они за мной идут? Так, вот смотри, сейчас будет, сейчас будет либо гениально, либо максимально тупо. Поехали. Да блядь, ну... ДД подавил. Только я прикольно придумал. Эх, жаль. Но, кстати, запоминайте, очень иногда очень нестандартная хуйня, которая иногда срабатывает. Так что, пум-пум-пум. По процентному соотношению на голде больше всего игроков, кстати. Но это... Это... очевидная вещь. Мне кажется, ее реально надо на меду ловить. лови ее просто на меду пока. Я же говорил! Я, видите, я... я... Ванга Валоранта. Вот это я тоже предугадывал. Но, как бы, ладно. Да, бывает. Последний раунд перед сменой сторон. Берите только то, что вам точно пригодится. Да, просто, видите, смотрите, он сразу спалился. Если бы он чуть-чуть бы не спалился, он бы ее просто забирал. Почему я ему и сказал ее ждать на меду? Потому что она бы по-любому стояла и ждала плента. Вот и все. Надо выиграть. Я пытаюсь, как могу. Чат, честное слово. Сейчас давайте... О, блядь, они сейчас арбузы берут. Я бы мог ультануть. сейчас закамбэчим. Спасибо огромное за донат. Спасибо. Так, сделаем вот так. Да ну, блядь, ну что... Сука. Блядь, меня просто разъебало то, что они все сразу слились как-то и капец. Ну да ладно. 9-3 нормальный счет. Возьмите оружие получше. Братцы, давайте соберемся. Особенно Омэн и Фейт. Когда как Егор... Слушайте, но Рейна не ультует уже 11-й раунд. А, серьезно? А я уже, да, я уже ультовал хера знает сколько. 9-3 комбэчный счет, вот я на него и надеюсь. Поэтому сейчас давайте, верьте в меня, главное. я без вашей поддержки сразу сливаюсь. А это важно, между прочим. Пора прыгать. Потому что пора прыгать. Отопают. А много. Синклайпера. Так, бывает. Проходят. Это Б, это Б. Да какое Б, блядь? Спайк установлен. А да ладно. Перезаряжаю. Что? Что происходит? Хорош. Блядь, на. Диффуз. Можете доходить. Блядь, ну вот. Мистер. Лоу КП. Блядь, отдыхай, 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 отдыхай. Сканирую местность. Остался один враг. Остался один враг. Дошай, дышь. Бля. НТ. Очень долго они думали с этим. Очень долго. Ну да ладно. Я их обещу. Ну, это просто мы их, так считайте, припугнули таким образом. Да, вы поняли. Это все, это все на самом деле один план. Ну ничего, сейчас у нас все будет нормально. Я думаю, они сейчас, правда, на А пойдут, но я останусь здесь. Работают стрейфы и стрельба там намного проще, чем в КС. Ну, наверное, я не знаю. Ага, отлично. 3.12, а потом лютый камбэк. Во! Это мне нравится. Да в смысле, я же, блядь, пытался попасть. Павлодор. Вот теперь я попал. Но этого не хватило. На нами гигачад? Ну, однозначно. Но я его и озвучивал примерно с позиции гигачада. То есть, как бы, когда я, ну, пытался понять его характер, там все сводилось к тому, что этот чел просто лютый гигачад. Вот и все. Да, фору теперь можно и в полную силу. Вот, вот. Сейчас еще 12-й раунд сольем, и вот тогда можно играть, я считаю. Вот это будет вещь. Вот, вот так вот спокойненько здесь встану, и все будет нормально. Ставлю преграду. Да, блядь. О, неплохо. По-моему, я и по вайпер попал, к старт. Ну, теперь точно попал. Дром, дром, дром. Зараза. Ну, вообще-то мы планировали слить 12-й раунд. Блядь, я вандал покупаю, наверное, третий раз за игру. Так что, заебись, вандальчиком новым погонял. Получается, надо еще катку играть, чат. Че считаете? Или вы устали от меня? Так. Пора прыгать. Ща все сделаем. Я справлюсь. Это вообще мид, походу, будет. Йо. Это мид на А? Да, блядь. Не повелись они сразу на меня. Ну и ладно. Ну вот, вот зато мы сольем сейчас 12-й раунд, как и хотели. Собственно, а потом начнем тащить. Естественно. Можешь стремить вечно, никто не устанет? Ну, ребята. Это... Ну, давайте будем откровенными. Все-таки меня... Я не думаю, что можно много и долго смотреть. Матчпоинт. Закупаю все, что только можно. И иду сливаться. Если Егор устал, то пусть сам решит, оттели ему... Нет. Я вас спрашиваю, устали ли вы от меня. В этом как бы был... Тейк. Поймите правильно. В этом был самый... Ну, блядь, ну пожалуйста. Он сразу смог поставить, да? Ага. На удачу. На удачу. Не попал. Плохой. Ага. Детми. Да, блядь, что их так много-то? Ай-яй-яй. Даже не дожил до ульты. Ну, ГГ получается. Установлен. А прикиньте сейчас, как затащит и все. Победа нападающих. Спасибо за игру. Так. Ну, короче, ладно. Осуждаю то, что ты сказал. Ну, что ж ты за долбоеб? Ну, вот почему? Зачем? Все написали ГГ. Нет, этот... О, МВП, кстати. Держу в курсе. Рейна. Челик отыграл на Рейне самым легком дуэлянте 11-13. И поэтому пишет вот такие вещи. Я это осуждаю максимально. И надеюсь, человек когда-нибудь образумится. Ладно, да. Кто там много меня просил поменять нож? Чтобы уж совсем аутентичный Йору был. Вот. А, блядь, не то. Ну, вот так вам нормально? Чтобы уж совсем вот так вот было. Какой еще Торетто? Какой еще Торетто? Между прочим, Торетто это я. Мэйби героям полегче поиграешь? Нет, я же Йору. Правильно. С Катаной другая маска? Я знаю, я знаю. Лучше поставь Катану. Слушайте, ну, ребят. Уже... Ну, хватит. Я уже все поставил. Так что, че? Осталось вот сейчас катку лучше выиграть. Но вот это из батл пасса, вот эта карточка, это самый разъеб карточка вообще, которая есть в игре, я считаю. Просто, сука, я даже не знаю, буду ли я когда-нибудь менять с этой карточки на что-то другое. Каждый якудзе слушает своему боссу Йору Якудзе, а Егор это босс. Это правда. Карточка хайп однозначно. Это вот бесповоротно вообще. Как можно со мной сыграть? А очень скоро, кстати, у нас вот исправляется онлайн. Видите, уже более двухсот зрителей. Вот. Когда онлайн у меня вернется примерно к трёмстам, я уже буду возвращать кастомки. И будем собираться у меня в дискорд-сервере и играть кастомки. Вот. Так что со мной можно будет, я думаю, уже в скором времени сыграть. Брач! Как же я люблю эту карту. Золотая версия. Ну, она тоже клёвая, но насчёт не знаю, короче. Всем привет. Hello. Ну, Лондон и the capital of Great Britain, так что по-английски тоже чё-нибудь знаем. Егор, приветствую. Приветствую, здравствуйте. Спасибо, что зашли. Но, кстати, на самом-то деле, онлайн мы вернём, и реально можно будет просто уже устраивать день кастомок. И просто включаю Valorant, и сменяем состав постоянно. Люди заходят, люди выходят. Люди заходят новые, люди выходят. Вот и всё. Как мы в прошлом и делали. О, привет рейдерам. Спасибо за рейд. Спасибо за рейд. Приветствую, приветствую. У нас, на самом-то деле, тут на канале хоть и немножко душно, хоть и немножко скучно, но при этом мы все дружные и мы все счастливы. А это очень важно. Да, чёт? Как вам сцена магической битвы, где на нами с пафосной походкой избивают... Ну, да, 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 это было прикольно, а потом, значит, поднимает его и говорит, повторяю, сколько вас и где. То есть вот это вот всё его... Потом, это ты их убил. Это да, это было эпично, и это было очень интересно и эпично озвучивать. Ну вот. Главное, харизматично. А вы шарите. Главное, это харизматично. Это я согласен. Привет, рейдеры. Да, огромное спасибо за рейд. Огромное спасибо. Вот. А я потом тоже кому-нибудь скину рейд. Колопанда, а ты не это самое? Не того самого? Я просто после рекадки, наверное, закругляюсь. Здравствуйте, Егор. Как настроение у вас? Настроение прекрасное. Благодаря вам. Благодаря тем, кто заходит и общается в чате. Вот. Так что... Собственно, у меня, как я всегда и говорил, у меня квинтэссенция взаимной любви между мной и моими зрителями. Вот это важно. Вот. Поэтому... Подскажи, пожалуйста, как на сервер в ДС можно попасть, а ссылка под плеером не работает. А у меня ссылка в описании канала должна быть на дискорд-сервер мой. Ну, по крайней мере, должна быть. Погнали. А чё они все стоят? Или это такой гениальный мув? Так, смотрим, как сливаться надо на айсбоксе. Показываю один раз. Ну, может быть, не один. А где она была? Она была у меня за спиной. А, они где ходят? Я не понимаю. То есть, типа, я пошёл открывать... Ну, пытаться открывать плент. Ладно, назовём это так. Вот. Пишет, что приглашение недействительное. Колопанда, слушай, а можешь проверить, вообще работает мой дискорд-сервер? Или Максим, который его создал благополучно, у нас его забрал? Или нет? Ссылка на бусти? Что, блядь? Какой бусти? Сервер работает. Ну, вот видите, значит, работает сервер. Нормально. Вот, короче, в общем, есть у меня сервер дискорда, в котором вы можете тоже сидеть, общаться, устраивать дестрой. Вот. Потому что... Потому что... Слушайте, вот недавно заявляли, что разрабы подчинили вот этот баг с пролётом телепорта Йору. Вот давайте-ка проверим. Потому что в прошлой катке, когда я был на айсбоксе, уже после патча, нихуя, блядь, не сработало, и телепорт как остался, так и остался. Поэтому давайте-ка проверим. Я побежал отдыхать. Хорошего отдыха вам. Вот сейчас проверяем чат. Ну-ка. Пора прыгать. Наконец-то, спасибо! Где я? Ага. Брюч! В голову 51! Ну что это за жизнь такая? В голову 52, прикиньте. 51 даже. Ну это же жесть. Даже с учётом того, что через стенку, ну ладно. Да я ненавижу айсбокс. У меня никогда не получалось вообще на нём играть. Отлично. У нас ещё и сейдж минус. Боже мой. Очень восхищаюсь твоим голосом. Слушаю каждые твои реплики в этой игре, как в первый раз. Блин, спасибо огромное, спасибо. Это очень мило. Плюс 12 новых людей в Дискорде. Уи-и-и! Чат, подписываемся на Дискорд-сервер. Скоро там будут кастомки, поэтому я буду с вами там общаться и всё такое. Айсбокс, бесячая карта? Слушайте, ну, честно говоря, айсбокс, да. Хоть и Йоро появился вместе с айсбоксом, но мне айсбокс люто не нравится. Я не умею на нём играть вообще. Go be maybe. Вполне норм только за стражей. Слушайте, ну, просто у меня нихуя не получается. Вот и всё. Я, как бы, как говорится, держу в курсе. Ага. Есть лишняя пушка? Погнали. Сфера запущена. Спайк у меня. Примах. Режи измерений. А он где-то, да? Но это был, между прочим... О, блядь, она меня не увидела! Сука! Это было смешно. Научу играть айсбокс без смс-регистрации? Ну, бывает. Но зато мы раунд взяли, что важно. Прикиньте, она прошла через смог и не увидела меня. А я не увидел, куда она прошла. Это была просто гениальная синхронизация. И давайте, наконец-то, пробовать этот вандал. Потому что, блядь... Дайте хоть с ним поиграть немножко. Не, вандал охеренный. И он очень классно под Йору подходит, конечно. Прям очень классно. Но мне была предложена, считайте, фулл-коллекция. Но зачем мне фулл-коллекция? Я обернулся посмотреть, не обернулась ли она. Что посмотреть, не обернулся ли я. Ага, понятно. Блядь, ну почему я один в плент захожу? Блядь, почему я один там стою? Чё-то пытаюсь... Ай, ладно. В этой коллекции ещё ножи прикольные? Да, но они мне не нужны. У меня есть уже любимый нож. И мне вот эти вот цепочки не нужны. Как бы мне думается, что всё-таки для Йору идеально подходит вот ВКТ нож. Катана, опять же. Для Йору есть ножи. Но если дают бесплатно, то нужно было бы брать всю коллекцию. Слушайте, а я не из тех людей, которые если дают бесплатно, то дайте всё, дайте всё. Нет, зачем? Я понял, что мне, ну, нужен Вандал как такое некое разнообразие. Хотя я буду играть в основном с RGX. Настра. Вот. Но тем не менее, мне предлагали вообще все скины. Но зачем? Зачем мне все скины, согласны? Это же не нужно. Самодостаточный агент. Вот и да, Йору самодостаточный. Оу. А интересно, а почему он, он, он закупит себе хотя бы что-нибудь или что? А, фу, блядь, я уж думал, он ничего не будет покупать. Ладно, будем пробовать. 1-3, это ещё нормально. Бля, я даже не знаю. Не, ладно, я всё равно по своей тактике буду играть. Раз в год и палка, и Йору стреляет. Ага, видел. Блядь, ну что за тайминги? Почему я вот флешку достаю, и он выходит, блядь. Ай. Я же говорю, мне мало того, что, короче, не везёт на этой карте. Я на ней играть не умею, так ещё и, блядь, случается максимально всё самое плохое. Тайминги, это просто, это моё всё. О, ну зато раунд вроде как затаскиваем. Пум-пум-пум, между прочим. Привет, Егор, как сам? Привет тебе из Питера. Давненько к тебе не заглядывал. Работа, мать её. Когда стрим по лучшей игре киберпанк. Валорант говнище редкое. И вообще, мне кажется, тебе подходит... Стрим, скорее всего, по киберпанку будет следующий. Будем добивать концовки Фантом Либерти. Я же, наконец-то, Курта, блядь, ебанова завалил. Вот. Соответственно, будем добивать концовки Фантом Либерти. Но это, скорее всего, будет следующий стрим. Который завтра я не стримлю, к сожалению, для вас. Извините, пожалуйста. Но и так уже, по-моему, сколько? Четыре дня подряд стримы у нас идут. Вот. Ну, в общем. Короче, завтра, к сожалению, стрима не будет. Я бы хотел, но нет. Ага. Блядь, ну плохой смог! Блядь, очень плохой смог. Я же говорю, вот прям реально плохой. Привет, дорогая. Это твой мир. Ну, только не надо сливать, пожалуйста, этот раунд. Я вам все сделал. Так нам мало нам подавая стримы каждый день? Слушайте, не, я понимаю, что вы, конечно, иронизируете. Но, чат, я и так стараюсь сейчас для вас стримить максимально часто, насколько могу. Даже, ну, как бы, я пытаюсь вот даже вылезать из этого графика. Но я надеюсь, что вам вообще нравится, что стримы стали чаще. Это тоже такой немаловажный фактор, мне хотелось бы уточнить с вами. Я пройду. Вот, то есть, как бы, тема в том, что я стримлю чаще для вас. Не то, что потому что мне это прям надо. А потому что, ну, вам нравится. Ну, на месте не застываешь уже, веренайся. Ну, вот, тоже вариант. Мне очень нравится, я даже на записи пересматриваю. Ну, огромное спасибо. Правда, не уверен, что вот настолько я уж застываю. Блядь, они опять будут стоять. Да пошли вы! Никуда я не пойду. Тоже мне стоять, блядь, будут они. Ну и ладно, ну и стойте, ну и пожалуйста. Вот даже плюс ставят. Вот, блин. Ну, вы меня застесняли. Ага, он сюда идет, кстати, да, по-моему? Да, я слышу, сюда идет. Блядь, да в смысле он в спине был, вы же слышали. Да, блядь. Моя бед, sorry. Но я отчетливо слышал, как чел обходит... Ладно, бывает. Я из Чины, мой друг. Найс. Из вич-сити? Кстати, Егор, я когда увидел твой пост в телеге про Бэтмена, был приятно удивлен как раз рыцаря Архема. Я очень хочу попробовать это даже в качестве актерского эксперимента записать эту... Ну, этот отрывок. Очень интересно, вот прям реально. Найс ту си, Эргек. О, вот это очень славно было. Ага, вот здесь Килл Джой стоит, может быть, да? Или нет? А она, кстати, могла быть на Б, допустим, да? Да, это правда. Гой. Минус 40. Читаю сейчас мангу «Человек-бензопила», реплики Аки и название глав читаю вашим голосом. «Человек-бензопила». Ха, да-да-да, я записывал еще и титры для... Когда мы озвучивали это аниме. Но реально, я был в ахуе, насколько интересно было это аниме для людей, что бэкстейдж по озвучке «Человек-бензопила» у нас зашел... Что ты делаешь, Рейс? Ладно, неважно. У нас бэкстейдж залетел на миллион двести тысяч просмотров. Я в ахуе был. Это вот прям... По-моему, она... А, нет, ушла. Она до половины додифузила. Блядь, я уж думал, не попадет. Найс. Егор, что вам больше всего нравится в процессе озвучки? Когда получается. Когда понимаешь, что... Проживаешь роль, а не играешь голосом. Вот это важно. Вот это самое важное, что я... Для себя учел. И когда действительно роль захватывает, вот ты сам начинаешь вот прям включаться. Душа радуется. Сердце, блядь, работает. По-другому. Оу. Спасибо, бро. Нормально. 4-4, кстати, идем. Поиграем. Wait for the smoke. And care for his ear. Шутки кончились! Вам конец! Лучше бежать! Враг на А! Так, допустим. Да, блядь! Флэш. Нормально. Я лучше, чтобы видеть отсюда. Блядь, это же вражеская была! Я думал... А, у нас нет киллджой. Блядь, я думал, это наша киллджой, а у нас нет киллджой, оказывается. Найс. В этом весь я. Абсолютно в этом весь я. Я такой... А, ну это ж наша киллджой. Она как раз ультанула. Все, заебись. А почему это я застанен? Развеселил так? Чембера бы озвучил. Как думаешь, подошел бы? Я всегда говорил, что если бы я не озвучил Йору, я бы озвучил Чембера. Все его вот эти... Подарочек. Хм... Какую бы мне выбрать пушку? Вот эти его... Удачи, Йоро! Это... Это для меня бы тоже была довольно-таки простая роль. С этим просто надо было немножко бы поиграться. Как-то при... Ну... Эээ... Вон он. Да, блядь, многовато их было. Ладно. Это мой косяк. Сури, мой брат. Очень круто. Но, я говорю, Йор... Для меня... Вот в Валоранте есть два... Три... Нет, два. Два агента, потому что Айзо слишком молодой для меня. Но... Вот Йоро и Чембер... Это вот персонажи, которых бы я озвучил легко. Собственно, Йоро я озвучил, а Чембера не озвучил. Но, блин, ладно, это мой косяк. Я вообще что-то очень плохо ульту реализовал. Так что нормально. Пять на десять. Не на последнем месте и точка. Все нормально. Но, слушайте, в прошлой катке я был МВП. Соответственно, здесь я могу поебланить немножко. Только они... Слушайте, они всегда ссут заходить в плент. Вообще просто ничего не делают. У Чембера, ну, естественно. Глеб Глушенков прекрасно его озвучил, я считаю. Тайм. Блядь, что-то они какие-то очень потерянные. Они прям... Что-то это самое, как бы... Это самое, это самое. Ну, может, надо прицелиться со спины? Нет? Ну, лучше, может, и не надо. Так, короче, знаете, как сделаем? Сейчас... Губи. Омэн, don't smoke, please. Здесь. Потому что, ну, блядь, я уже вот этот смог один еще не выдержу. Я просто... Выпилюсь из игры. Осуждаю это максимально, на всякий случай. А за Омэна взялся бы? Нет, нет. Я молодоват для Омэна еще. Ага, и сразу... И вот отсюда флешку. Блядь, я не хочу тратить флешку. Я вот сюда ее хочу потратить. Отстань. Отстань. Ну, хотя бы так, блядь, что творю вообще? Что происходит? Ставлю приграну. Они просто люди. Я напомню им об этом. Ебать! Очень страшно. Блядь! Ну и пожалуйста. Найс. Главное уверенно? Главное уверенно, да. Но, не, на самом деле... Омэна, я говорю, вот мне еще лет... 10-15, и Омэна я смогу озвучить. Получилось, будто Чембер стал призраком. Ну, видите как. Именно поэтому я озвучил трэша в Лиге Легенд. Он же как раз там полупризрак. Или кто он там? Ну, вы поняли. Во, и жди здесь. Вот, вот, вот. Ну, куда ты спускаешься, брат? Ага. Ага. Поиграть захотелось? Это клево, когда вот так вот поиграть захотелось. А прикиньте, не фейк. Ууууу! Найс. Вот это охуенный смог. Чел шарит за Омэна. Блин, видели, да? То есть он опустил смог, чтобы закрыть голову. То есть обзор. Блин. Но это круто. Это прям реально круто. У всех же по-разному. Ну, посмотрим. Надо дожить хотя бы эти 10-15 лет. Как думаешь, смог бы Феникса? Нет, не мое. Но хотя вот все его... Скра... Четверо! Ага, понятно. Спайк на базе нападающих. А если... А вот так сделать? Да, блядь. Ну и пожалуйста. Ну и не больно-то и хотелось. У вас любая озвучка получается отлично? Ну нет. Это... Слушайте. Это я сейчас просто пытался пародировать в данном случае. То есть вот эти его все... Скра... Оно это больше... На фулл дорогу, скажем так, я не смогу озвучить Феникса. Я могу озвучить его какие-то отдельные мемные реплики. Но не более того. То есть вы вот это должны понимать. Бля, нихуя Сиоман может. Вы видели вообще? Ему надо в углу... В углу... В углу... В углу стоит. Сфера запущена. Ты рэпер? Хотите, чат, интересную историю? Я в ахуе немножко. Озвучивал сейчас фильм. Главную роль. В фильме про рэпера. Поскольку очень много текста было у главного героя, запись разделили... Запись фильма разделили на два дня. Первый день. В первый день я записал почти 75%. И ждал второго дня записи. Тут мне приходит сообщение от режиссера дубляжа. Егор, привет. Заказчики захотели, чтобы главного героя озвучивала какая-то звезда. Бум нахуй! И я даже теперь не знаю, заплатит ли мне за работу вообще, которую я отработал. Режу измерения. Я... Я отказываюсь понимать иногда... Какие-то такие тейки. Прикиньте, то есть, ладно, если бы я просто пробовался. Я уже озвучил 75% мать его фильма. Я не думал, что он так близко стоит. Вот. Но для меня это был максимально странный тейк, просто потому что... Одно дело, это как бы... Пробы. Но другое дело, что... Типа, блядь, я уже почти весь фильм записал. И вот интересно, заплатит ли мне за мою хоть какую-то работу. Нет, нет, никакой страховки не бывает. Просто заказчики решили, что... Вдруг фильм должна озвучить какая-то звезда. Вот мне теперь очень интересно, что за звезда озвучит этот фильм. Брать предоплату? Да слушайте, дело не в этом. На самом деле, для меня важнее тут в этом проекте было творчество. Просто озвучить, ну, более-менее смотрибельный фильм. Вот и все. А тут как бы... Вот теперь интересно, кто будет. Так, это походу на А все. Элджей, посмотрим. Я потом расскажу, когда фильм выйдет в прокат, я вам расскажу, кто озвучит этот фильм в итоге. Погнали. Пахой! А они на Б, что ли, пошли? Блядь! А, да ладно, там еще и сверху. Понятно, ладно. Любая работа должна быть оплачена, но это мы работяги, так думаем, видимо. Слушайте, но нет, мне больше интересно, кого возьмут на эту озвучку. И вообще, вообще, с точки зрения прокатчиков и заказчиков, но это, извините меня, это, ну, тоже лютый непрофессионализм. Ну, брали бы сразу вы эту ебаную звезду. Зачем звать меня, чтобы я озвучил почти уже всю роль? Причем, вот, кстати, ну, поскольку уж раз могу разговаривать, как говорится, расскажу вам. Перевод там кусок говна, то есть там нету никакой укладки, поэтому некоторые слова, чтобы, блядь, реплика зашла в синхрон, я добавлял. И, то есть, получается, этой звезде нужно будет озвучивать под слова, которые я добавлял, потому что реплик там не хватает. И, о боже мой, ну, короче, это будет очень забавно. Вот. Добрый вечер, Андрей, добрый вечер. Видимо, чтобы потом звезда имела пример, как... Слушайте, может и такой тейк? Озвучь любую реплику Чембера, пожалуйста. Подарочек. Ну, не, я всегда стандартный вот это. Хм, какую бы мне выбрать пушку? Бонжур, Яру. Вот это его немножко вот такая позиция постоянно. Меня зовут Чембер. Здрасте. Блин, а у меня ТП-шки нету? Сука. Очень плохо. Вот если бы у меня была ТП-шка, вот было бы. Что, простите, хотел спросить, озвучка для Валоранта велась в их офисе? Ну, она записывалась в Москве, но был российский офис. Вот, поэтому, ну, грубо говоря, эта студия чуть ли не им принадлежит. Приветик, как дела? Дела хорошо, прекрасно. Благодаря вам дела вообще суперские. Так что, все замечательно. Видел ролики кого? Это кто, простите? Кто, кто это? Вы, вы, вы про кого? Зип? Кто это? Я не знаю таких. Ну, зачем же так? А вы слышали, да? Блядь, и у меня опять портала нет. Ай-яй-яй. Так, попробуем. Английский контент-мейкер, Йору? Ну, нет, не видел. Зиптай. Да, блядь, один патрон! Да чтоб тебя! Бывает. Найстрай. Чат дублирует информацию по 500 раз? Ну, слушайте, лучше так, потому что я не всегда все успеваю видеть, хотя я очень часто обращаюсь к чату. Вот. Тем более, смотрите, я все-таки как говорил, так и говорю, что я один из тех стримеров, которые больше всего общаются именно с чатом. Блядь, блядь. Это пока у тебя 200, а будет 2000, не будешь таковым. Но, смотрите, во-первых, у меня никогда не будет онлайна 2000, я слишком душный для такого онлайна, вот. Поэтому и представлять такое не приходится. Привет, ты играешь один? Да. Я и 23 моих личности. Поэтому один. Блядь, наконец-то я хотя бы обратно вандал себе купил. Все, у меня теперь есть две тпшки, так что в случае чего у меня прокатит на бета хуйня. Гоу на зло, распиарим его, да. Не надо, пожалуйста. Мне нравится, что на самом деле, слушайте, вот я онлайн, который хочу, это максимум 600-700 человек. Потому что я буду успевать следить за всем чатом и стараться отвечать, ну, фактически на все вопросы. Вот. Я еще даже не проснулся. Ну, что это такое? А скажите какую-нибудь фразу Рейна ее голосом, пожалуйста. Ах, это ирония. Иногда я, иногда я просто поражаюсь вашей, вашим шуткам. Бля, я маслину поймал. Вот реально, да, это, короче, новая реплика Йору. Обходи его сбоку, обходи. Йору мог бы быть якудза, я думаю, мог бы, совершенно спокойно. Но он оттуда ушел. Я один раз поиграл на Йору, он показался мне самым сложным из всех. Ну, это реально, это так. Но, я говорю, вот, это просто, считайте, дополнительный контент реплики Йору. Вот. Босс не устроил, он просто не может ходить под кем-то, вот и все. Сейчас, короче, делаем следующим образом. Да поможет мне новый вандал. Да поможет мне новый вандал, погнали на ульте через мид. Что же делать, чат? Сливаю голду 3 в прямом эфире, получается. Йору немного похож на Джонни? Придурки. Ну, такой, да, пафосный ублюдок, харизматичный. О! Это была, между прочим, командная работа. И снова я. Примарка. Остался один враг. Он не ожидал, что я ему еще и вторую флешку закину. А вот еще я здесь. Мне очень нравится агент. Видите, на самом деле, я на нем уже такие прикольчики иногда делаю, что... Мне прям нравится. Я за это Йорика и люблю, что у него есть очень много вот таких приколов. Да, это самый сложный агент в Валоранте. Вот честное слово, это прям, блядь, агент, на котором надо постоянно уметь импровизировать и прожимать кучу кнопок. Вот. Но, тем не менее, Йоро — это охуительный агент. Просто на нем либо играют гении, либо долбоебы вроде меня. А я вот сейчас закрысю. Это Би. Би? Граната! Не будет фейк Би. О, что? Взять. Примарка. Ай, да ладно, ну че ты... Вот так сделаем. Блядь, не туда посмотрел, ладно. Я пытался. Зиптай... Так, раз таки из гениев. Слушайте, ну, как-нибудь я обращусь к его творчеству, интересно посмотреть, что он вообще делает. Но... Сейдж, ты реально пытаешься обращаться к твоему оператору с Эйфенто в таком дистанции? Ты милый? Вперед! Осуждаю! Осуждаю то, что он сказал. Осуждаю! Осудите чат на всякий. Ну, вы слышали? Он сказал очень плохой банворд, между прочим. Я это максимально осуждаю. А что он сказал, вам повторить? Вот сейчас они точно пойдут на Б, и я точно пойду тоже на Б. А что он сказал? Давайте я сейчас вам расскажу. Три, два, один. Так, ладно. Моя ненависть к Айсбоксу вновь проснулась. Погнали. Питсби. Привет, брат. Ха-ха-ха! Ну, ладно. А вот где он может быть? Чат. Ага. Ну и пожалуйста. Ну, так скажем, можно было бы, конечно, попробовать за ним с ножом пройти, но не та ситуация была, согласны? Йору хорош тем, что может вот так легко уйти из почти любой ситуации. Да, если бы ему вход и выход из ТП чуть-чуть бы на доли секунды бы сделали побыстрее, это вообще был бы имба-агент. Вот серьезно. Ему нужно просто выход и вход в ТП чуть быстрее. Нормально. Нормально. Шутки кончились! Банганец! Ну, на всякий. Поэтому и не делают? Но, слушайте, я же не говорю прям максимально, да? Я говорю, ага. Ну, и ладно. Клач или натурал? Банганец! Откуда? Thank you for game. Сверху, что ли, он был? А, блядь. Ну, ладно, переиграл. Переиграл. Ничего не сделаешь. Слушайте, ну, по-моему, все равно зато было очень классно. Зато мы с вами офигенно классно провели время. Я даже, ну, не так позорно настрелял. 14.20 держу в курсе, как говорится. Блядь! У меня отобрали голду третью. Ну, собственно, как и всегда. Так, надо посмотреть. Аркаша стримит, нет? Или он сейчас не стримит? Неа, не стримит, падла. Ну, и ладно, и пожалуйста. О, тогда вот знаете кому? Вот Неля мне кидала рейд, между прочим. Вот, 89-му скваду. Передайте от меня привет. Подписывайтесь, пожалуйста, на телегу. Пожалуйста, обязательно, чтобы не пропускать следующие стримы. Вот. Сейчас напишите, знаете чего? Я вас сейчас отправлю к Нелле. Напишите следующее. Неля... Как-то так? Блядь, не так она пишется. Подписывайтесь, не забывайте. Да чё? Неля... Во. Передайте ей слово под названием Кэшбэк. Спасибо огромное за стрим. Приходите ещё, я вас буду ждать. Вот. А на сегодня всё. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. И, как говорится, я вас люблю. Субтитры сделал DimaTorzok